На территории Лангипаса с начала года ДТП с участием детей не зарегистрировано. Однако инспекторы предупреждают, ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом может обостриться в период летних школьных каникул. Главные причины, по мнению сотрудников ГИБДД, недостаточный контроль родителей и низкий уровень знания о правилах безопасности среди младшего поколения. По-прежнему остается проблемой неиспользования в ряде случаев водителями детских удерживающих устройств и других средств пассивной защиты. При перевозке несовершеннолетних в салонах автомобилей. В Лангипасе запланирован комплекс профилактических мероприятий. Проводится проверка эксплуатационного состояния уличной дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения образовательных организаций. Запланированы акции декада дорожной культуры, дорога пешеходу и акция «Катаюсь по правилам». А вот покачевские школьники не только знают правила, но и вместе с полицейскими выходят в рейды. При первой школе организован отряд юных инспекторов дорожного движения. Его активисты – ученики начальных и пятых классов. Правильно переходить дороги только на зелёный цвет. Переходить их по зебре, но никак не по дороге, где ездят машины. Здравствуйте. Я юный инспектор дорожного движения. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Обязательно, обязательно. Рассказывают о том, как нужно вести себя на дороге и велосипедистам. Хочу вам вручить эту памятку о том, как надо переходить через дорогу. Всегда нужно слезать с велика, по пешеходному переходу переходить, посмотреть налево и направо. И потом, только когда вы перешли полностью через дорогу, только тогда залезать на велик. Веломастера на практике убедились, что важно не только соблюдать правила дорожного движения. К неприятным последствиям может привести и неисправность любой части двухколёсного транспорта. А потому проверить велосипед перед началом движения будет не лишним. Смотрите, натяжка цепи. Если натяжка цепи слабая, вы можете нажать сильную педаль, и цепь попадёт. И в опасном случае вы не сможете уехать. И, например, тоже проверяем колёса на наличие люфта. Если люфт будет, то мы обращаемся в веломастерскую, и вам его быстро исправят. Подтянутый или поменяют подшипники. Также проверяем руль тоже на люфт. Поднимаем его и берём вилку, и шатаем её. Если люфт есть, то это опасно выезжать, потому что ребёнок может уехать вместе с рулём. Алексей Воронков пересел на велосипед не так давно, но уже успел убедиться в том, что залог безопасности – исправность транспорта. В том числе и такого, казалось бы, простого. На сегодняшний день техника стала сложной, потому что я вот за месяц столкнулся. Ну, можно уже параллель между автомобилем и велосипедом провести довольно явную, потому что сложная конструкция, и тормоза уже, и колодки, и суппорта. Ну, то есть, да, этому нужно, наверное, уже какие-то профессиональные руки. И лучше, когда его правильно настроят. Уральские инспекторы ГИБДД приступили к тотальному контролю перевозки детей и соблюдению правил автомобилистами в отношении пешеходов. Полицейские просят взрослых быть особо бдительными. Чтобы они обращали внимание на юных участников Дорожжения, которые приближаются к пешеходным переходам, потому что порой дети бывают у нас не спешиваются, и проезжает пешеходный переход. Из-за этого у нас бывают частые случаи, именно частые ДТП, связаны именно с наездом на велосипедистов, которые не спешиваются и проезжают пешеходные переходы. Поэтому особое внимание, конечно, хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они были более внимательными к детям-велосипедистам. По данным ГИБДД, в некоторых городах Югры количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось по сравнению с прошлым годом. Профилактические мероприятия продолжаются, и детской безопасности особое внимание. Олеся Дементьева, Николай Горкуша. Наши города.